приветствую друзья с вами александр кушнарь на news это только не смейтесь но в городе энгельс где в ночь на 26 декабря по аэродрому стратегической авиации россии был нанесен удар украинскими дронами вечером того же дня то есть вот прямо сейчас когда я пишу этот материал снова зазвучала сирена воздушной тревоги о том чем закончилась эта серия про незадачливых обитателей аутентичной российской чернобаевки мы узнаем чуть позже ну а пока что наши взоры обращены на другой интересный момент оказывается российские вардуалаки перебываются буквально на ходу комментируя шокирующий для них сегодняшний удар по энгельской авиабазе после смехотворного комментария именобороны россии о том что доблестная российская пво смогла сбить украинский дрон да вот только его обломки мог убили трех военспецов последовал комментарий со стороны так называемого российского военблогера семена пегова который как известно ведет свой собственный телеграм-канал варгонзо его версия со ссылкой на оперативный источник такова якобы пво действительно сработало по вражескому беспилотнику однако ракета прошла по касательной в отношении этого аппарата и заставила его изменить траекторию в результате чего тот попал в одну из служебных постройок аэропорта где надо же какое совпадение в тот момент находились военнослужащие дежурной смены включая боевых летчиков эти строки написанные у пегова в телеграме напомнили мне одну легенду о самом неудачливом человеке в истории которую мне некогда довелось услышать согласно преданию капитан дальнего плавания раскопал клад погрузил его на свой корабль и отчалил к родным берегам чтобы потом прожить всю жизнь посреди роскоши однако во время транспортировки груза прямо посреди океана ему стоящему на палубе в голову прилетел метеорит чем и оборвал жизнь удачливого охотника за сокровищами если слова пегова воспринимать всерьез то российские военные из энгельса могут составить достойную конкуренцию вот этому вот фигуранту легенды они конечно не искатели клада но погибли не менее нелепым способом способом который едва ли соответствует тому что произошло на самом деле в энгельсе дело в том что буквальное прочтение строк пегова создает впечатление будто украинский дрон целился в одну мишень а зенитная ракета сбила его курс на другую мишень которая как мы понимаем оказалось не менее а можем даже и более ценны чем первое так вот с точки зрения теории вероятности такой исход очень маловероятен почему я так думаю откройте google карту и убедитесь в том что аэродром энгельс как и любой другой военный аэродром россии это не какая-нибудь плотная застройка а обширная ровная территория на которой доля строений от общей площади составляет не более нескольких процентов тогда как все остальное это собственно трава а также гладь рулежек и взлетной полосы это означает что случай если ракета пво вдруг сбивает с курса реактивный снаряд то этот снаряд в 99 случаях из 100 упадет что называется в поле либо прямо на аэродроме либо за его пределами после подбития шанс попадания этого снаряда даже просто в любое строение на аэродроме равен одному проценту уже потому что эти строения имеют максимум пару десятков метров в высоту а чаще гораздо меньше еще ниже шанс сбитого болида попасть именно в то здание где именно в тот момент вдруг оказались летчики и военные тех персонал добавьте сюда еще один довольно маловероятный факт при котором зенитная ракета пво не уничтожает объект так чтобы он развалился практически на месте а просто касательно задевает его меняя ему путь следования вообще когда-нибудь о таком слышали лично я нет ладно бы еще речь шла о быстро движущейся мишени вроде баллистической ракеты и еще как-то можно было бы свести с траектории не сумея сбить но чтобы такое произошло с медленно движущимся дроном едва разумеется я здесь не могу высчитать точных вероятностей всего что может или не может произойти в таких случаях тем более что у меня нет никаких реальных подробностей произошедшего я опираюсь только вот на эти открытые данные но то что описывает пегов похоже все-таки на ситуацию в которой ваш шарик в казино трижды подряд угождает в зеро интуитивно мы все понимаем что это из области фантастики фантастика такой исход перестает быть только при одном варианте если наш условный украинский дрон попадает соответствующее строение с важными военными персонами россии не случайно а целенаправленно последний момент соответствует как раз тому о чем утром 26 декабря писала респектабельное немецкое издание дольче вели со ссылкой на украинского журналиста романа бачкалу который как известно сообщил о том что целью удара было именно конкретное строение называемая бачкалой пунктом управления на аэродроме одним словом версия пегова выглядит более смешно но не более правдоподобно чем версиями на барон россии ложность заявления которого мы подробно разобрали в нашем предыдущем ролике ссылку на который я отдаю в конце этого видео главное в данном случае это то что в ису одним дальним ударом по глубокому тылу россии удалось ликвидировать сразу несколько важных фигур это факт который уже никак нельзя отрицать поскольку он зафиксирован в официальном заявлении российского военного ведомства если же присовокупить к этому заявлению отчет из двух других пропутинских ресурсов варгонцу и базы то получается что результат украинской операции действительно впечатляющий уничтожены трое военных россии и четверо ранены среди которых пилоты стратегической авиации учитывая что при прошлом налете на энгельс и дягилева было убито сравнимое количество российских военспецов включая одного летчика ту-22 то совокупности на декабрь в ссу смогли вывести из строя как минимум несколько таких ключевых варажских профессионалов во первых это подрывает общий потенциал стратегической авиации россии угрожающей украине во вторых это посылает явный сигнал каждому российскому летчику садящемуся за штурвал чтобы вскоре отправить очередную ракету по украинской электростанции что этот полет для него может быть последним если вообще ему удастся взлететь ну или даже просто проснуться на утро потому как спишь спишь а тут дрон тебе в окно прямо на аэродроме соответствующему российскому летчику еще недавно казалось что он находится в условиях гарантированной безопасности а теперь как видим в энгельс не менее опасно чем в донецке 20 километрах от фронта разумеется мы не берем таких особо одаренных как дмитрий рогозин который решил отпраздновать свой день рождения в донецком ресторане шешбеш который именно в тот момент празднования стал мишенью для украинской гаубицы теперь признался рогозин у него есть риск остаться парализованным на всю жизнь как видим бесконечно угрожать всему миру сарматом это одно ну а когда в тебя летит высокоточный скалибур который выстреливается французской гаубицы и наводится украинским дроном по позиции предварительно выявлены с участием спутников и радиоразведки это нечто совершенно другое что напрочь вышивает мозги даже если они ранее имелись хотя в случае с рогозин это спорный вопрос тем не менее рогозин это особо выдающийся случай даже для российского режима с его отрицательной селекцией но вот те кто привык взлетать с энгельса и других российских аэродромов и потом с гордостью рассказывать по рации об очередном ударе по украинской инфраструктуре это все-таки не последний шлаг эти бравые служаки колхозного путинского рейха еще недавно имели все основания быть уверенными собственно безнаказанности поскольку от подконтрольных украинцам районов до энгельса в 20 раз дальше чем до донецка однако как видим высу сломали и этот стереотип получается что сегодня украинские военные переиграли россиян трижды а не дважды как мы говорили в нашем прошлом ролике во первых им удалось выяснить точное время и точное место пребывания важной группы российских вояк на аэродроме во вторых им в очередной раз удалось остаться незамеченными в ходе наведения на цель вот этих дронов в треть им удалось прорвать российскую по его несмотря на все принятые подготовительные меры после первого налета на эту базу который состоялся 5 декабря как написал наш израильский коллега сергея услендер если дрон запускали с украинской территории то у россиян нет по вот ну а если с российской то россиян нет по и контрразведки конечно все сказанное вовсе не отменяет того факта что теоретически таинственные украинские дроны которым кстати говоря мы до сих пор ничего не знаем и правда по чистой случайности заехал не в тот гараж после схода с маршрута из-за косого российского по что ж тогда это двойной джекпот ведь это означало бы целый ряд других следствий во первых получается что эшелонированная система по россии правда казалось настолько дырявы что даже при попадании сравнительно не быстрый аппарат она не способна полностью его уничтожить во вторых что будет делать такая по его с целым роем дронов вопрос риторический этот вопрос мы обсуждали опять же нашим предыдущем видео на эту тему ну и в третьих перед нами самое настоящее рождественское чудо метили высу условно говоря стратегический бомбардировщик а попали в группу пилотов которые вот этими бомбардировщиками управляет здесь следует остановиться поподробнее давайте подумаем а рассматривают ли высу военные бомбардировщики россии в качестве приоритетных целей в ходе таких вот атак как вот например сегодня по энгельсу несомненно хотя вероятно и не в этот раз ведь самолеты это все-таки куда менее надежная мишень чем вот те же стационарные объекты типа пункт управления но просто в силу того что все-таки самолеты являются мобильными и относительно небольшими мишени а потому наводить по ту-95 и ту-22 дроны это задача не из легких тем не менее предварительный итог серии украинских атак на энгельсе дягилева уже есть насколько можно судить часть бомбардировщиков оттуда уже отвели а ряд источников которые еще следует проверить сообщили что от четырех до шести самолетов ту-95 эвакуированы с энгельса на авиабазу под названием украинка в амурской области что в 7000 километров от украины переисточников под найти мне пока не удалось но даже если чья-то новогодняя шутка то ее следует по достоинству оценить потому что аэродром украинка в далеком от фронта российском регионе и правда существует как существует и явно усиливающееся беспокойство оккупантов по поводу того могут ли они теперь найти хотя бы одну безопасную точку в россии по этому поводу военный эксперт bbc павел аксенов пишет следующее цитирую новый удар по авиабазе энгельс безусловно имеет большое политическое и пропагандистское значение для украины хотя от себя добавлю что слов пропагандистская здесь не стал бы использовать то что украина не занимается пропагандой в отличие от россии далее продолжают стату к противовоздушной обороне и аэродрома и всех тех территорий над которыми пролетел украинский дрон после второй атаки будут очень серьезные вопросы даже если как утверждает российская миноборона беспилотник был сбит на подлете к базе он все же смог до нее долететь а обломки упали на аэродром при этом дрон скорее всего пролетел на длине фронта тыловыми районами российской группировки над приграничными регионами где должен был действовать особый режим наконец подлетел большому аэродрому который должны охранять вне зависимости от того идет война или нет сейчас нет точной информации о том что именно было повреждено в энгельсе минобороны утверждает что военная техника не пострадал но пострадала репутация к тому же российская армия 26 декабря отмечает день войсковой пво до стратегическую авиабазу скорее всего охраняют комплексы пво вкс а не войсковая пво но все же кроме пропагандистского эффекта у такой операции может быть еще и такой смысл и и первая атака 5 декабря и нынешний инцидент должны помочь раскрыть расположение частей российской пво обозначить ее слабые места скорость реакции расположение радаров и пусковых установок говорится в заключении эксперта тем временем официальный киев по этому поводу как всегда если не молчит то дает явно уклончивый комментарий спикер воздушных сил украины юрий игнат очередные взрывы в энгельсе прокомментировал так безусловно очередной хлопок который мы уже привыкли слышать это последствия российской агрессии и того что россия творит на нашей земле если россияне думали что в глубоком то война их не коснется то они ошиблись сказал он обратив внимание на то что о взрывах в россии мы слышим все чаще а это по его словам не может не играть на руку украинцам теперь говорит он осталось только дождаться спутниковых снимков чтобы более предметно рассмотреть позор россиян в энгельсе позор который надо заметить станет действительно юбилейным ведь как раз сегодня 26 декабря как верно заметил аксёнов зенитчики россии действительно отмечают день по его украинские воины помогли российским зенитчикам достойно отметить свой профессиональный праздник с юмором у вас у как видим не хуже чем с точностью их ударных средств спасибо друзья оставайтесь не сэдер поддерживать украинскую армию при желании наш канал через ресурсы ссылки на которые найдете в описании к этому видео я говорю большое спасибо всем кто поддерживает украинскую армию наш канал потому что благодаря вашей помощи мы делаем эти материалы повышаем их качество до скорых встреч